Мур, привет, друг! Это Зверько и микрообновление 1.4.62. Честно скажу, я не знаю, зачем напоминают разработчики, что вышел уже Атлас и что 24 марта выйдет скин на 1.1. Счетчик Commander, который будет стоить 599 алмазов. 23 марта в шахматы добавят новую игровую доску, некрокип, которая будет стоить 599 алмазов. Новый командир Яйцо Игги, который заточен на экономию для улучшения самого себя. Стоить командир будет 499 алмазов или 24 тысячи БО. Также ведут скин на Игги Детигатив ценой 269 алмазов. Напиши в комментариях, нужны ли новости для шахмат или я зря тут страдаю. Изменения героев. Пополь и Купа. Наконец-то эта парочка обзавелась анимацией при выборе героя. Прирост здоровья уменьшен на 20 для всех уровней. Первый навык. При использовании в обычном состоянии Купа атакует несколько раз. При использовании в альфа форме Купа оглушает врага, а не подавляет его. Урон копья в навыке уменьшили с 80-110 до 40-55 и теперь на нем не срабатывает эффект крита. Ульта. ХП Купы уменьшили с 2500-4500 до 2500-4000. Такой небольшой нерв. Теризла. Ульта. Был эффект замедления 20% для всех уровней. Теперь сила замедления будет расти 20-25-30%. Небольшой баф для Теризлы. Добавлен новый персонаж. И обзор этой магички найдешь у меня на канале. Хочу дополнить по ульте. Ни урон, ни контроль не отменяют телепортацию. Ты можешь применить навык двигаться и воевать дальше. На карте союзников указывается точка, куда будет произведен телепорт. Сам навык работает как очень далекая вспышка. Например, ультующую адепту можно кинуть прямо к врагам. Даже Джонсона в начале его ульты. А Франко может притянуть за собой цель лишь на ограниченную длину. На самом деле, это имба, что невозможно сбить заклятие ульты ИИ. Поэтому я думаю, что в дальнейшем это заклинание сделают как ульту адепты. Будет возможность сбить каст. Изменения в эмблемах убийцы. Первый перк. Ранее мы получали плюс 80 золота за убийство. Пока призовыми не накопится 1200 голды. Теперь бонусом будет плюс 40% голды за убийство. 15 раз. И это более гибкая система для экономики и реализации перка. Теперь эффект подавления, например, как ульта Франко, корректно работает на героях с иммунитетом к контролю. На неделе будут гайды на Атласа и реворкнутого Ханза. На остальных попозже. Если видео тебе понравилось, подписывайся, жми колокольчик, заходи на мой второй канал. И удачи, друг!